Всем добрый день! Сегодняшнее видео – это ответ на ваш вопрос. Меня попросили рассказать о дешевой аптечной мази от пигментных пятен. На самом деле, если вы приходите в аптеку и спрашиваете, дайте мне мазь от пигментных пятен, чаще всего провизор просто-напросто разводит руками. Он вам может предложить вам любые другие аптечные мази, например, цинковую мазь или салицилово-цинковую мазь, где помимо основного лечебного эффекта, они могут иметь побочный эффект в виде осветления или отбеливания кожи. Это связано с тем, что кожа либо обновляется под воздействием мази, либо происходит процесс эксфолиации, то есть мертвые клетки, прокрашенные пигментом, отшелушиваются с поверхности нашей кожи. Но чаще всего провизор отсылает вас к отделу косметики. Если мы находимся в крупной аптеке, это может быть отдел косметевтики, где вам предложат уходовый крем с какими-то лечебными добавками, обладающими осветляющим и отбеливающим эффектом от пигментных пятен. Чаще всего нам предлагают болгарский крем Ахрамин. Вот он дешевый и эффективный. Если посмотреть отзывы в интернете, можно убедиться в его действенности. Ура-ура, круче ничего не придумаешь. Но вот лично я противница этого крема, несмотря на то, что он нам хорошо известен. Он давно известен, даже в советские времена можно было пойти в любой магазин и купить его буквально за 3 копейки, чтобы вывести пигментные пятна, начиная с веснушек и заканчивая чем-то более серьезным. Но в его составе содержится компонент гидрохинон. И вот этот самый компонент уже давным-давно известен в Европе и считается не только сильным раздражителем и аллергеном, но и канцерогеном, то есть он может вызывать рак кожи. В некоторых странах гидрохинон вообще запрещен, косметика с гидрохиноном запрещена. В некоторых странах гидрохинон используется только врачами-дерматокосметологами, и процесс отбеливания кожи проходит только под их четким контролем, сколько, когда и как. Но у нас есть что есть, поэтому еще раз повторю, я даже крем Ахрамин не рассматриваю. Так вот, смотрите, сегодня я поделюсь с вами одним волшебным кремом, который называется Клервин. Я лично подбирала для себя косметику, косметевтику и всевозможные аптечные продукты с решением двух задач. Первая проблема – это купероз, а вторая проблема – устранение отечности, причем отечности не под глазами, а в области скул, там, где у нас малярные мешки. И вот, когда я приобрела этот крем, понятно, что на упаковке написано «Крем для век от отеков, усталости и темных кругов». Соответственно, у меня сработала мысль, что в креме есть компоненты, которые воздействуют на сосуды. Но когда я стала изучать состав этого крема, я была просто потрясена. На самом деле, я бы переписала упаковку и назвала его «Мощный крем» для решения проблем с пигментацией и отбеливанием кожи. Сейчас объясню, почему. Потому что в его составе на втором месте находится арбутин. Арбутин – это растительный компонент, который является альтернативой того самого страшного гидрохинона. Он обладает такими же свойствами, но, возможно, чуть слабее. Поэтому косметика с арбутином широко распространена, особенно в Японии и Корее. Ее нужно использовать чуть дольше, зато она абсолютно безопасна, потому что арбутин не раздражает кожу, не вызывает аллергических реакций и, самое главное, не является канцерогеном. Вот это один момент. Но это еще не все. В этом же креме присутствует экстракт толокнянки или медвежьи ушки. Толокнянка очень часто используется в косметике, если производитель не может использовать чистый арбутин. В таком случае он прописывает в составе экстракт толокнянки, подразумевая, что в этом средстве уже присутствует арбутин. Так вот, толокнянка богата арбутином, то есть у нас дублируется состав в плане отбеливания кожи. Также эта мазь богата растительным гидрохиноном в меньшей концентрации, содержит галловую кислоту и имеет очень богатый состав. Поэтому толокнянка не только великолепно отбеливает нашу кожу и решает проблемы с пигментацией, но и хорошо снимает воспаление и прекрасно тонизирует кожу, оказывая широкий спектр действий. Но это еще не все. На втором месте после толокнянки в составе присутствует экстракт ангелики или дягеля, который нам широко известен как дудник. Дудник ценится на наравне с женьшенем и обладает великолепными омолаживающими свойствами, способствует обновлению кожи. Дудник хорошо стимулирует микроциркуляцию. За счет этого все обменные процессы в коже увеличиваются. Поэтому, если вы будете применять этот крем не только для области век или не только для пигментации, но и на все лицо, буквально через 2-3 недели вы заметите, как ваша кожа стала преображаться. Разглаживаются мелкие морщинки и кожа действительно молодеет буквально на глазах. Но и это еще не все. В этом же креме присутствует производная витамина А, того самого витамина красоты, за который мы все так стремимся. Причем он содержится в такой дозировке и форме, что не вызывает побочных эффектов, таких как покраснение, шелушение и сухость кожи, которые можно наблюдать при применении, например, чистой ретиноевой мази с витамином А. Здесь витамин А действительно действует как витамин молодости и красоты. И это еще не все. В составе присутствует экстракт лакрицы или солодки. Напомню, что солодка в том состоянии, в котором она представлена в этом креме, очень часто применяется для отбеливания кожи и борьбы с пигментацией. Но помимо всего прочего, она обладает великолепными заживляющими и противовоспалительными свойствами. Поэтому, несмотря на то, что производитель заявляет этот крем, как средство для борьбы с отеками, да это работает дудник. А вот с пигментацией можно поспорить. Потому что арбутин или талакнянка, они целенаправленно работают на угнетение клеток меланоцитов, то есть на причину. Однако под глазами пигментация чаще всего вызвана отложением пигмента, и здесь нужен немного другой подход. Поэтому, если вы найдете этот крем стоимостью около 80 рублей, он будет великолепным средством для устранения пигментации. Единственное, что следует учесть, это небольшой объем, всего лишь 20 грамм. Если вы не можете использовать его на все лицо, наносите его на глаза и целенаправленно на пигментные пятна. Старайтесь обрабатывать пигментные пятна так, чтобы затрагивалась и здоровая кожа рядом. Наносите крем не только на пигментное пятнышко, но и вокруг него, чтобы в процесс включалась нормальная по цвету кожа. Так будет правильнее. Ну и если вы используете крем только на пигментные пятна, скажем так, я бы назвала его сывороткой. Целенаправленная сыворотка от пигментных пятен. Нанесли этот крем как сыворотку, он впитался, и через 5-7 минут можно наносить любой крем, который вы используете в уходе. Так что вот такой аптечный продукт. Еще раз говорю, не смотрите на название, состав говорит, что он великолепно поможет справиться с пигментными пятнами. Возьмите его себе на вооружение, оставайтесь всегда молодыми и красивыми. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку палец вверх, которая есть в описании к этому ролику.